Приветствую вас Ирина. Вот вроде как вы спрашиваете нашего совета по поводу чего-то. Да, по поводу конкретной ситуации, по поводу какой-то истории. Вот. Но, во-первых, так и непонятно по поводу чего вы дадите совет. То есть, ну, вы не озвучили, вы не озвучили то, что, вот, по поводу чего вы хотите получить совет. Во-вторых, вы задаете вопросы, связанные с девочкой, с человеком, с другим человеком, не связанным с вами, но не про себя. То есть, ваш вопрос, он связан с другими людьми, а не с вами. И я позволю себе сказать то, что данный аспект, возможно, одна из ключевых проблем, в частности, которые мотивируют вас избытывать негатив от, ну, вот, к примеру, от того, что происходит сейчас, да. То есть, ориентирование не на себя, а на других людей и, значит, стремление, попытка, попытки понять этих самых других людей, вместо того, чтобы пытаться добраться в себе. Я уверен, что если мы проследим цепочку ваших мыслей, если мы проследим даже не цепочку ваших мыслей, а ваше чувство, если мы проследим ваши эмоции, то вы выйдете на совершенно иной результат, вы выйдете на совершенно иные позиции, которые не будут связаны с тем, что вы пытаетесь понять другого человека, а будут связаны с тем, что вы испытываете некие определенные чувства. Ну, например, не до конца, допустим, забыли еще своего молодого человека. Ревность, например, может быть, испытываете к мужчине, несмотря на то, что он уже другой, сравниваете себя с этой девушкой. Ну, неприятна она вам по этой, собственно, причине, как вариант, да? Вот. Может быть, из-за того, что у вас никого до сих пор нет, вы переживаете по-прежнему. То есть, вот, из-за того, что, ну, из-за того, что вот вы одна, да, у вас, нет, наполнены, и вы чувствуете себя такой пустой, да? То есть, это, конечно, не тот термин, который может адекватно отразить то, что вы испытываете, вот. Но, хотя бы намекнуть на ваше состояние, да, вполне может. Вот в этом коренье, Ирина. На это нужно обратить внимание, Ирина. На то, что находится в основе вашего восприятия, девушки. На то, что находится в основе вашего восприятия того, что да, может быть, они о вас говорили. Ну, говорили они о вас. И, что, что, что для вас это, это означает? Что для вас это значит? Как вы это воспринимаете? Важно ли это? Да, очень. Это очень важно. Очень важно вам, для себя, этот момент понять. Лучше разобраться в себе. А гадать, гадать по поводу того, почему девушка ставит вам лайки, можно бесконечно-бесконечно. Вот сколько, сколько психологов, да, столько и интерпретации этого будет. И все равно будут сомнения. Потому что всегда будет, знаете, такой, червячок недоверия. Будет граница. Вы будете думать, а вдруг, вдруг как-то по-другому все-таки. Вдруг, как-то иначе. Вдруг, все-таки, да, психолог Гуральев и все правильно рассказал, но, но вдруг. И вы всегда будете знать, что это так. Понимаете? Вы всегда будете знать, что можно ошибиться. Поэтому так важно ориентироваться именно на себя в этой ситуации. и смотреть, что именно ваши эмоции и чувства означают. Смотреть, а не вот искать в других, да, ну, в других людях причины, так скажем, своего, ну, своей приводчисти, своего восприятия, да. Ну, вот. Также, если смотреть на ваш вопрос, как на материал для анализа, то здесь, ну, совершенно очевидно, что, эм, болезненная, вот именно болезненная сфера, болезненная часть, болезненная сфера, ваша в том, что, эм, вам тяжело дался, дался, э, ну, далось расставание с мужчиной, вот. Очень, очень тяжело вам далось с ним расставание, вот. И, эм, возможно, именно, э, в этом все дело. В тяжести, в тяжести, в тяжести от расставания вашего. Вот в этом проблема, условно говоря. И все, что вы описываете, это, э, э, как бы, как бы следствие, э, следствие уже, вот, э, э, ну, данной проблематики. Так вам почему-то было чересчур болезненно и через чур тяжело, э, э, с ними расставить. Это означает, что он для вас, э, э, слишком, слишком много, э, э, ну, слишком много значил. Мужчина. Я так полагаю. Да? Вот. Слишком большое значение для вас, мужчины, мужчины имел. Ну, вот, вот, собственно, э, нужно, э, на это и заострить, э, и заострить на этом, э, ваше внимание. Э, э, почему человек, э, так много для вас знал, вот. Это не плохо, то, что он, э, э, для вас, э, так, так много, так, ну, так много знал, что это не плохо. Но, просто речь именно о том, чтобы разобраться в себе, в своих чувствах. Понимаете? Вот о чем, э, э, речь идет. И это важно. Это очень важный, важный, э, момент. Понимаете? Да. Который нужно исследовать вам. Да? Вот. Давайте посмотрим еще раз ваш текст. Так. Составили с Панем пять лет назад. Точнее, по его инициативе. Вот видите, да, по его инициативе. То есть, мужчина от вас ушел. Очень тяжело дался мне этот разрыв. Соответственно. Э, э, ваше, это травмировало. Вот. ну, вероятно, да, вот, вот это травмировало, и плюс ко всему, да, вы, ну, очевидно, как бы до сих пор, да, вот, не встречали, ну, не встречали человека, не построили свою личную жизнь, вот, возможно, у вас произошли некоторые изменения в восприятии себя самой, то есть, вот, ну, вы стали себя воспринимать по-другому, стали, может быть, хуже о себе думать, или, там, не восстановились после, ну, после того, как он ушел от вас, ну, вот, понимаете, какой момент, 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 что-то, вот, то, что имеет прямое отношение к вам, да, это не связано с, ну, с другим человеком, это не связано с девочкой, это связано только с вами, с вами, и, вот, это, то, что необходимо исследовать, прорабатывать, дальше, на днях, на моей странице на инстаграме, я заметила кучу лайков от какой-то девочки, после первой страницы, поняла, что это новая девочка моего бывшего, точнее, в течение недели, она каждый день заходила на страницу, лайкала по несколько фоток, посмотрела в стори, задавала вопросы в сторис, я игнорировала, не отвечала, а почему, Ирина, почему вы игнорировали, то есть, именно игнорирование, почему, ведь это означает, что вы испытываете какие-то чувства к ней, это означает, что вам, вероятно, неприятны эти вопросы, и ещё раз, просто, чтобы вы понимали, да, чтобы вы понимали, что речь идёт не о том, что вам, что вам не, речь не о том, что вам не должно быть неприятно, речь идёт о том, именно, что вы испытываете, то есть, 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 это есть, то 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 есть исследовать. Для себя. Понимаете? Какая штука, какая штука. Дальше. Сегодня на середине лайкают мои фото, выкладываю фото какого-то прекрасного мужчины, как он старается для него, поставил уже его фотографию на своей странице, видимо, чтобы я ответил тем же, не знаю, я не понимаю, зачем он это делает. А давайте для нее это имеет отношения, она хочет показать, что мужчина теперь ее, вот. Ну, здесь как бы, значит, я солидарен, да, с коллегами относительно вот того, что они говорят в контексте этой, ну, этой ситуации, в целом. То есть, почему, может быть, почему она, ну, может, так поступать. Вот. Но, опять же, вам это ничего не даст, вам ничего не даст это знание. Что-то они не про меня говорили, зачем? Ну, это означает, что молодой человек так же очень непросто, видимо, пережил разрыв с вами, раз он и рассказывал о вас. Вот. Так что это, ну, это может значить только вот, ну, вот то, то, что, допустим, я озвучил. Далее. После расставания я бывшего никак не тревожил, удалил это все, просто не понимаю, зачем девочки следят за бывшими девочками из своих парней. Ну, на этот вопрос вам точно ответили. Как мне на это реагировать? Адекватно? Адекватно? То есть, если, например, вам ставят лайки, да, то, ну, вы в ответ лайк можете не ставить, потому что, ну, вы этого можете не хотеть, что нормальное, логично. Вот. Ну, с другой стороны, с другой стороны, если вам задают вопрос какой-то, то почему бы и не ответить на вопрос, если вам его задают. И если это вопрос, там, не касающийся какой-то интимной, интимной составляющей и так далее. Ну, вот. Понимаете? Вот и все. Но, опять же, вы это, вы это, вы это, знаете, вы это знаете сами, скорее всего. Понимаете? Я уверен. И то, что вы так не делаете, свидетельствует о проблеме. Какой-то проблеме. Вашей проблеме, например. Вот. я уверен, что нет ничего сложного в том, чтобы как-то реагировать на подобный вопрос. Если для вас такая сложность присутствует, значит, имеет место быть противоречью. Какой. И вот, эээ, возможно, именно о нем, об этом противоречии и имеет смысл поговорить. Понимаете? так что здесь вам я рекомендую подумать да и подумать ну так основательно то есть какую проблему вы решаете сейчас что за проблему вы решаете сейчас понимаете на мой взгляд это очень важно для вас если вам хочется именно именно вот начать жить дальше на этом все я надеюсь что помог вам если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим я желаю вам всего самого доброго и удачи удачи и с наступающим вас с новым годом